Ну что творится? На заправку. Йопарисетэ. Это кадры из Хабаровска. Километровая голодная гусеница из автомобилей вдоль дороги. Водители часами простаивают в очереди, чтобы заправить машину. В дальневосточном городе сейчас острый дефицит топлива. Мало того, что нефтяные компании сократили объемы производства бензина внутри страны, так еще и вышел из строя местный хабаровский нефтезавод. За бензин в буквальном смысле начали драться. Это Барнаул. Страсти на заправках пока не кипят. Пока все относительно спокойно. Ажиотажа на АЗС нет. А вот цена уже ударила по кошельку. С конца прошлого года стоимость литра бензина на различных заправках выросла на 20-50 копеек. Желательно, чтобы было подешевле. Потому что, особенно касается тех, кто много ездит, конечно, выходит в копеечку. А если резко взлетит вверх, выйди покупать? А куда деваться? Придется. Если правительство не примет меры и не повлияет на нефтезаводы, которые предпочитают зарабатывать на экспорте, нежели обеспечивать бензином россиян, то цена на топливо вырастет уже не на копейки, а на рубли, прогнозируют эксперты. В преддверии грядущего удорожания в некоторых регионах страны массово скупают пока еще бюджетный бензин. А если бензина не будет хватать, будете затариваться в прог? У нас есть прог, грузовые автомобили затарены в прог. У нас есть там пару кубов заряда. Нет, 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 просто даже негде его хранили. На прошлой неделе Российский топливный союз лично передал вице-премьеру российского правительства Александру Новаку предложение о стабилизации нефтяного рынка. В первую очередь запретить экспорт нефтепродуктов и нефти, увеличить объемы производства, увеличить объем продаж на бирже и стабилизировать цены на сбытах нефтяных компаний. Сбыты – это нефтебазы нефтяных компаний в различных территориях, где на сегодняшний день, как я уже сказал, оптовые цены выше розничных. Все эти предложения, собственно, не новые. Топливный союз выдвигает их регулярно. Предложения слышат, изменения происходят, но ненадолго. Через 2-3 месяца нефтяные компании вновь протестуют, не желая отдавать бензин россиянам дешево. А это значит, что на топливных качелях автомобилистам, возможно, придется качаться еще долго. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.